Приветствую вас, Олеся. Я вижу основную такую вот, скажем так, проблему в том, что вы ждете солидарности и не получая ее обижаетесь на подругу. То есть, если вот вы ждете поддержки, поддержки вы не получаете и обижаетесь на этом. Вот. Честно говоря, я не думаю, что вы находитесь на конструктивном для себя пути, потому что вот вы пишете, что делать, да? Подскажите, пожалуйста, что делать? Что делать, чтобы что? Подругу вы, очевидно, изменить не сможете. Она, ну, вот, такая. Какая она есть, да, подруга ваша. И, соответственно, вряд ли она станет другой. Вряд ли она будет вести себя по-другому. Вот. Поэтому вопрос заключается в том, насколько вы, к примеру, принимаете ее позицию и насколько вы воспринимаете на свой личный счет то, что она делает в отношении вас, к примеру. То есть, почему, почему-то вы ее нежелание вас поддерживать, вас приняли на свой счет. Ну, вот. То есть, как бы это вопрос. Да? Дальше. Значит, вы пишете, обиделась на подругу за то, что она меня не поддержала. Это значит, что вы по какой-то причине, да, хотели ее поддержку. Но, с чем связано ваше желание поддержки? То есть, вы сказали, что вы спорили с другими людьми. Ну, если вы спорили с другими людьми, если вы уверены в своей точке зрения были, то зачем вам в таком случае поддержка? Если же вы не были уверены изначально в степи, либо сомневались, либо вам как-то вот было, ну, больно, неприятно, из-за всей этой истории, то в таком случае хочется вопрос вам задать, а как конкретно, например, вас задела эта ситуация в контексте спора? То есть, ну, вы спорили, вы дискутировали. Это, на мой взгляд, нормально. Что произошло? Так, спорил о другой знакомой, многие тоже подтвердили этот факт, что мое мнение имело бы самую более твердую почву. Ну, здесь у меня, честно говоря, возникло ощущение, что вы нуждаетесь, вот, в одобрении людей. Такое у меня возникло ощущение, что вы прямо, ну, что вы нуждаетесь, чтобы вам как-то подтвердили, что вы, ну, что вы правы, что правда на вашей стороне и так далее. Я, конечно, не знаю, но если это так, то это достаточно такая тревожная история. Снимаете? Это, да, точно тревожная, тревожная история для вас. Дальше. В ходе этого спора лучше попробовать либо воздерживаться от того, чтобы выразить собственное мнение, либо шла в разрез со мной, иногда даже резко. Ну, если она с вами не согласна, то это ее право высказать, а то она не согласна. То есть, другой вопрос, почему резко? Да, он стоит на этот вопрос, потому что, ну, действительно, излишняя резкость в споре с вами, это выглядит несколько несоразмерно. Той ситуации, которая происходила, вот. Но тут нельзя забывать о контексте, возможном контексте. То есть, вполне вероятно, что ваша подруга давно хотела уже высказать вам какое-то свое сопротивление, например. Хотела высказать какое-то свое, может быть, недовольство и, соответственно, данный момент, данный аспект, мог мог послужить для нее основанием, чтобы выразить вам свое неудовольствие. Вот. То есть, сам протест возник когда-то раньше, но выразить, выразить этот протест, она смогла только сейчас. Например. 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 Такая история, мне кажется, вполне реальной. имеющая, имеющая место быть, ну, или, лучше сказать, историей, которая может иметь место быть, давайте скажем так. Вот. А другой вопрос, почему так вообще произошло, да, почему так вообще случилось? Это, конечно, вопрос. То есть, возможно, у вас, в ваших отношениях, ну, не все так гладко, как казалось на первый взгляд вам, и вполне может быть, что есть вещи, которые ее чем-то как-то не устраивают. Вот. Ну, вы этого не вмешали, может быть, она вам этого не говорила и так далее. Вот. То есть, то есть, ее, такого рода резкость в поведении по отношению к вам может быть результатом какого-то вот не выраженного и не высказанного вам, не удовлетворения протеста. Хотя, я с вами согласен в том, что было бы гораздо честнее сказать вам, если, ну, если что-то ей, например, что-то ее, например, не устраивало. Это было бы честнее. Но в итоге мы имеем все равно только то, что имеем. Дальше. После того, как закончили спор, все люди покинули аудиторию, в которой он был подругой, как ни в чем не бывало, улыбался и начинал болтать, как обычно это происходит. Меня такая двуличность очень сильно оттолкнула. Ну, я бы хотел у вас спросить, почему двуличность, то есть, с чем связана такая ваша позиция? То есть, позиция оценки поведения подруги как двуличного. То есть, у нее есть мнение свое, которое она высказала эмоционально. Вот. Есть вопросы к ней. Только по эмоциональности. То есть, вот. Почему? Она, например, так эмоционально, ну, так эмоционально высказывала, да, против, свое мнение высказывала. Что вы, ну, подумали, например, что она имеет что-то против вас. Дальше. Меня оттолкнула такая двуличность. Почему? А, в свою очередь, мне показалось, что вы рассчитываете на, знаете, вот, ну, на полную солидарность во всем. Да? То есть, ну, опять же, так не бывает, не бывает, да. У человека чисто, ну, чисто объективно может быть свое мнение. Чисто объективно оно может быть другим. И чисто объективно человек может не придавать большого значения тому факту, что она высказала мнение, ну, который не является, ээээээ... солидарным образом. Во. То есть это... Нормально. Опять же... Для... некоторых людей. Почему выясните это толк снула? Догадка. Другое дело, если она вас оскорбила чем-то, подруга. В таком случае, конечно, да, что тут ситуация, понятно, вас оскорбили, вы хотите, ну, не хотите оставлять всё как есть. Но я, вы ничего об оскорблении не пишете. Да, по крайней мере. Дальше. Мои попытки узнать, почему она была против меня, она не была против вас. Она высказала мнение, которое у неё было, и всё, она не была против вас. Почему она вообще не хочет со мной обсуждать? А что обсуждать, если у неё просто своё мнение? Ну, вот, у вас есть своё мнение. А у неё есть своё мнение. Вот. То есть, почему вы считаете, что обязательно против вас? То есть, это, мне кажется, вот, то, что, ну, то, на что вам нужно обратить своё внимание. То, что вы, по сути, эм, разность во мнениях, да, эм, пока что воспринимаете, как против вас. Дальше. Я её на это очень сильно обидел, всегда же закатили чувствительную истерику на нервной почве. Эм, чем вас это задело? То есть, вот, давайте постараемся понять в этот момент, чем вас это задело. Совершенно очевидно, что задело, да? Совершенно очевидно. Давайте постараемся понять, чем. Что конкретно вас задело в этой, ну, в этой ситуации. Конкретно. Дальше. Девочка хорошая, добрая, совсем молодая, тут пыталась играть на вопрос, и вроде бы мне говорили, что моё мнение правильно, но на деле она молчит. Но она с вами не соглашается. Она с вами не соглашается. Это, в общем-то, нормально. Другой вопрос. Почему, почему вас задевает то, что она с вами не соглашается? Вот. То есть, мне кажется, что этот момент является очень важным. То есть, тут, либо вы считаете, что она не может иметь мнение отличное от вашего, вот. Либо, либо вы не уверены в себе, и, соответственно, вас, ну, задело, задело то, что она не поддержала вас. Дальше. Так. Есть же такая вещь, как солидарность. Например, мы с поддержкой бутынувка или во спорах, или наоборот. Ну, муж поддерживает, может поддержать свою жену, да, но не во всех спорах, во-первых, не во всех. То есть, 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 есть определенные ограничения. Вот. То есть, муж может поддерживать жену в спорах, которые касаются их, ну, их семьи, например. Вот. Но муж не будет поддерживать свою жену в спорах, в которых нет семейного конфликта. Понимаете? Вот именно семейного конфликта нет. Поэтому в солидарности есть граница. И граница солидарности определяется с каждым человеком. В общем, из-за этого конфликта, молчания, недосказанности, я начала проецировать все, как бумеранг. Игнорирую, избегаю, даже делаю вид, что не слышу. Ну, здесь вы снимаете ответственность, на самом деле, себя за то, что происходит. Вы просто говорите, что вот из-за конфликта. То есть, вы же сами конфликты начали. Понимаете? То есть, я вас не обвиняю, но вы выставляете конфликт, да, как что-то такое, ну, отдельно. Но на самом деле, конфликт это не что-то, а отдельно. Конфликт это то, что вы создали, в том числе. Вот. И вы несете свою часть ответственности, вы несете свою часть ответственности за этот конфликт. Ну, вот. По сути. Понимаете? Вот. Поэтому, тут, на мой взгляд, если вы действительно хотите, вот, решить проблему, тут нужно спросить себя, в первую очередь, какой я? Какой я вклад вношу в конфликт, ну, вот в эту конфликтную ситуацию? Какой я вношу вклад? И что я могу сделать для того, чтобы перестать хотя бы со своей стороны, да, вносить вклад? Да. Дальше. Значит так. Я игнорирую, избегаю, даже делаю, что не слышу. Почему? Почему вы так поступает? Вот. То есть я вас не обвиняю в том, что вы делаете. Я просто спрашиваю вас о том, что мотивирует вас так поступать. Вас что-то расстраивает, вас что-то напрягает. Что? Нужно разобраться, ну, вот, в ваших чувствах. К себе, и к этой ситуации, и к этому спору своей подруге. Так, подруга так и не сказала, почему она так себя вела. Ну, по-моему, очевидно. Другое дело, для чего это вам, ну, чтобы она сказала. Я бы могла понять, если бы она лично объяснила, почему я была бы не права. А дело здесь не в том, право вы или нет. Дело в том, какое мнение у неё. И опять же здесь вы судите по себе. Теперь ведёт себя, будто бы ничего не было, и даже обижаться начинать. Но для неё это не значит то, что значит для вас. Вот и всё. Так, настоящий друг и так себя ведёт. Мне было даже больно, что приходил вступать в спор. Точнее, спор был бы между мной и ещё семью людьми, которые были против меня, без каких-либо оснований. Слушайте, ну, вот опять здесь вы путаете спор и направленность против аргументов и самой личности. Вот. То есть вы, изначально, вступая в спор, испытывали определённый негатив. Но считаете, что друг друга должна была вас поддержать. Но ведь это, по сути, это дело всё равно её выбор. Поддерживать вас или нет. Она не должна этого делать. Она не должна вас поддерживать. Она может, но не должна. А вопрос, который нужно задать вам, заключается в том, почему мне было больно вступать в спор, в который я сама и вступил. Понимаете? Вот это, это вот тот вопрос, на который, мне кажется, вам крайне желательно найти ответ. Крайне желательно найти ответ на этот вопрос. Так. Значит. В итоге даже, даже, я ждала её от подруги. Почему вы ждали? Она делает вид, что ничего не было. А я так не могу. Как? Не можете. То одного чувства за ней никогда не наблюдала. Очень больно от всей этой качества. Ну, вам больно от того, что ваши ожидания не оправдались. Плюс, вам больно от того, что вас эти споры задели. То есть, изменили представление о себе в худшую сторону. И вы стараетесь это, как-то, как-то компенсировать поиском поддержки от подруги. Но это не решит ваших личных проблем. Так что, как бы, здесь нужно обратить свой внутренний взор на себя, а не на подругу, и разобраться сперва в себе, а потом уже вы решите, что делать с подругой. Я уверен, если сделать тщательный анализ всего, что происходит, и в ваших отношениях с подругой, вы увидите, что она была такой всегда. Либо вы увидите, что она не высказывает вам недовольство. Или делает это очень редко. А если этого не происходит, то вот такие вот ситуации будут, как компенсация за ее сдержанность, скажем так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!